Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гео Новосадзе, и сегодня у нас традиционный, нестандартный взгляд с хорошо знакомым и любимым Вадимом Дубновым. Привет, Вадим. Здравствуйте, Гео. Привет, Гео. Теперь я понимаю, что четверг наконец начался. Ну, да. По старой доброй традиции. Слушай, я вот всем задавал этот вопрос, ко всем приставался к вопросам. Ну, я и подумал, что Вадим обидится, если я ему не задам. Я знаю, что ты сейчас скажешь, что ты не обидишься, я тебе не поверю, поэтому я тебе задам этот вопрос. Зачем Путин поехал в ногу? А я вот хотел сказать, давай я угадаю, потом испугался, а теперь жалею, что испугался. Я его угадал. Знаешь, это вопрос вопросов, конечно. И я бы, конечно, сейчас подглядел и посмотрел, сейчас я пожалел, что я не посмотрел всех твоих предыдущих гостей, чтобы знать, что они ответили. Вот. Но я боюсь, что здесь как-то отличиться, выделиться, не стандартизироваться не получится. А потому что, ну, в общем, как бы ничего такого первоочередного, первостепенного, вот, сенсационного такого, что требовало все бросать и ехать, в общем, не было. Вот. Тем более, что, насколько я понимаю, визит, в общем, вполне себе запланированный. Вот. И каждый, если бы вам случился не сейчас, а там, не знаю, в сентябре, спросили бы, а почему в сентябре, а почему во время Беслана, а почему там за 40 дней до американских выборов. Ну, всегда что-то совпадает. Так что, вот, ничего особенного. Другое дело, что, как бы, так все получилось, что время получилось достаточно удачное для обеих сторон. Как бы такая демонстрация. То есть, это время для демонстрации своего позиционирования. То есть, единственное реальное, как бы, значение по времени – это ритуально-символическое, вот, под которое уже можно было подверстать все остальное, что действительно требует какого-то обсуждения. Вот. Ну, каждая тема по отдельности, в общем, не требовала встречи верха, государственного визита, там, даже священная тема армяно-азербайджанского регулирования, в общем, как бы, она не настолько созрела, чтобы прямо было людям, чтобы обсуждать, да, чтобы прямо обсуждать прямо не где-нибудь, а в самой загульбе. Вот. Так что, в общем, как бы, это все под сурдинку, подтянуто под повестку, которая, в общем, на мой взгляд, прежде всего, ритуальная, демонстрация своего суверенитета, демонстрация нужности друг другу, демонстрация неодиночества для, как бы, Москвы, прежде всего. Для Азербайджана демонстрация своей самости такой, значит, выборе друзей, а также врагов, о которых, в общем, как бы не говорилось, но имелись в виду. И, значит, вот, собственно говоря, все. Больше там ничего не было, за исключением того, что я думаю, что в ближайшее время Баку как-то неявно, но, понятно, даст какой-то знак Западу, что, в общем, он тоже это дело не очень драматизировал, а он и так не драматизировал. Нет, он вообще драматизирует некоторые владельцы бензезаправок в Киеве, сети бензезаправок в Киеве. Короче, очень немногие, судя по-то, по всему неудачу. Нет, нет, некоторые конкретные владельцы, я знаю конкретно, Дмитрий Левлюшкин, по-моему, у него бензезаправка в Киеве, который начал разгонять тему «байкотируем Саккар», ну, его поддержало определенное количество людей. Шут для азербайджанцев, конечно, обидно, но в данном случае... Ну, не очень. Скажу так, ну, не принципиально. Я бы сказал так, обидно тем, кто это заметил. Обидно некоторым из тех, кто это заметил. Кто-то заметил. При всем при этом, что обидно, и все при этом, все-все понимают, что... Имя вот этим людям, которые вот про это говорят, далеко не легион. Поэтому, ну, как бы... Ну, я тебе скажу так, вилки найдутся, а садок останется. Нет. Не останется от этого? Нет. Нет, понимаешь, у тех, у кого этот осадок есть, он уже давно в достаточной степени кристаллизировался, вот, и с ним ничего не сделаешь. А у тех, у кого это, может быть, вызвал осадок сейчас, ну, он очень легко рассеется. Потому что все, как ты совершенно правильно сказал, все понимают. И, в общем, как бы, ну, это не история с партизаном, да, югославским, ну, и сербским, вот, с которым-то отказались киевской «Динамо» пожимать труп за то, что они ездили в Москву. А, ты про партизан, я не знаю. Да, я знаю, да. Там, да, там люди более страстные. А ты обобщил, партизан – это не партизан, это команда. Чуть было сейчас, захотел рассказать о них тут из жизни югославских партизан, потом понял, что они тут ругательные, я тебе его потом расскажу. Он туповатый, но смешной. Слушай, ты сам сказал про армяно-азербайджанский трасс, ну, скажем так, пройдемся так, по касательной, потому что, ну, о чем тут говорить. Вот, мне в последнее время интересует один вопрос. Что входит в 90%, которые уже согласованы в этом договоре? Потому что я смотрю, что ничего особо не согласовано. Что входит в эти 90%? Ты можешь? Я думаю, что согласована редакция фразы «Мир лучше, чем война», и мы уважаем мир больше, чем желаем воевать. Вот где вот расставить запятые, как расставить слова, значит, это вот как бы оставшиеся 10%. Вот, все остальное, я думаю, и да, и что, собственно говоря, из оставшейся сути договора, которая там была, что вот как-то и лучше из этого договора в какой форме выкинуть. Потому что, значит, вот избавились от темы Зангизурского коридора, вот, это замечательно, да, вот. То, что из него будет исключено, это, собственно говоря, и есть та зона интереса, да, которую представлял собой этот договор. После того, как все из него... Ну, конечно, все. После того, как из него все выкинут, расставят запятые, вот эти 10% наконец будут преодолены, вот, его можно будет подписывать. 90% – это что? Что? 90% – это что? Это фраза «Мир лучшей войны». А, ну, хорошо, ладно. Вот я сказал, что этот самый, как его зовут, Зангизурский коридор как бы исключили, из мирного договора исключили, но... Россия, вот, Россия, Москва, Кремль, Путин. Они очень обижены, Лавров сказал. Почему их не оставляют в этом Зангизурском коридоре при его открытии? Откуда такая... Я сейчас могу припомнить, когда это выражение лица появилось на лице Сергея Викторовича Лаврова, вот, но оно с него все равно не сходит, вот, обиженное выражение лица, о котором ты сказал. Где-то оно было, так, эпизодически появлялось поначалу всегда, а потом оно где-то, наверное, с начала десятых годов, по-моему, да, вот где-то. Между 2008-м Мюнхенским, да, и 2014-м, а вот, значит... Седьмым Мюнхенским. Седьмым, седьмым Мюнхенским, да, и дальше Грузия, и да, вот где-то в этот период оно появилось, оно крепло, оно стало имманентно присущим нашему МИДу и лицу конкретно, вот, так что, в общем, как бы его работа сейчас такая, вот. Я бы не стал это преувеличивать, я бы не... Я думаю, что, если говорить серьезно, то я думаю, что разговоры о Зангизурском коридоре продолжаются. А он продолжается достаточно конструктивностью, с той конструктивностью, которую совершенно не нужно показывать людям, вот, потому что, как бы, серьезные вещи... Разговоры между кем? Между Москвой и Ереваном, Москвой и Баку, или между Баку и Ереваном? Между Москвой, Баку, Ереваном, Западом, Турцией, Ираном. Я думаю, что все это достаточно сложный процесс, а все эти стороны, вовлеченные каким-то образом, все это дело обсуждают. Вот, для кого-то... Дело в том, что для всех этих сторон Зангизурский коридор имеет разный удельный вес в их политике, да. Вот, скажем, для Турции и Ирана это, в общем, не очень высокий удельный вес. Вот, для Москвы он максимально удельный, запредельный. Вот, соответственно, для Армении это часть политического процесса, причем внутри политического процесса. Именно в силу этого так важно. Вот, гораздо более важно, чем внешнеэкономическое, насколько я понимаю. Вот, я вообще не стал как бы сильно преувеличивать значение внешнеэкономического... То есть, внешнеэкономически реальные факторы, вообще разговоры про все эти вещи посрединственные коридоры. Ну, никогда этого не делал, потому что просто знаю объемы, которые там могут пройти. Ты знаешь объемы, скажи, когда. Когда будут эти объемы и когда все это будет работать? Это все очень стратегически... Нет, никогда этого не делал, потому что объемы, в общем-то... Это очень стратегический вечер. Все рассчитано на десятилетий вперед, Но никто из тех людей, которые возглавляют страны, которые я перечислил, они совершенно не видят себя вот в этих временных координатах. Им бы как бы день продержаться, да, и до Нового года достоять. Собственно, об этом речь. Вот как бы что происходит под Курском, как договориться, значит, о каком-то прекращении огня или не договориться, значит, как будет устроиться, как подготовиться к победе Трампа, суть которой никто не понимает. Вот это да, вот это вот как бы реальные вещи. Значит, как вытащить, как исключить тему Зангизуковского коридора из мирного договора, что очень важно для Еревана. Это все замечательно, вот это да, вот это наша как бы повестка дня. Но все это очень хорошо обсуждается, замечательно манипулируется под ярким зонтиком, яркой модной расцветки, которую называют Срединный коридор или еще что-нибудь глобально-геополитическое. Вот поэтому я не говорю, что это плохо или что это как бы неправда. Нет, потому что Срединный коридор замечательно. Действительно нужно будет когда-нибудь возить что-нибудь. А пока можно возить как бы частично, можно довольствоваться полумерами, как довольствовались полумерами всю жизнь. И эти полумеры еще очень долго будут с нами. Мы еще очень долго будем как бы ездить по каким-то дорогам-дублерам. То есть они на самом деле основные дороги, но по отношению к великому проекту Шелкового пути, Срединного коридора, Северо-Юга и так далее. А понимаешь, это все будет, это все как бы выглядит дороги-дублера, но нет ничего более постоянного, чем временное. Потому что как бы будут постепенно создаваться какие-то новые инфраструктуры, которые будут подверстываться к этому проекту. Вот они будут объявляться его частью, его франшизами, его чем угодно. Вот этот процесс бесконечный. Вот. И вот здесь просто, мне кажется, не надо путать и принимать его за конкретное строительство того, где когда-нибудь Си Дзиньпинь, Путин, Эрдогавы возьмут и перережут ленточку. Нет. Не будет такого перерезания леночки никогда никакой. Потому что этот процесс нескончаемый, перманентный. И главное, что распределенный во времени и пространстве. Но очень удобный для формулирования каких-то больших, грандиозных деклараций типа стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем. Ну или стратегическое партнерство между Грузией и Арменией. Ну немножко труба понижена, тоже стратегическая. Слушай, я следующие вопросы готовил для тебя. Может ли Путин поехать в Армению, а потом вспомнил, что ты на прошлой передаче мне говорил, что не может. Или не говорил. Нет, я не говорил. Я не говорил, но я думаю, что он... Меня как-то здесь немножко смущает слово «может-не может». Может, может, самолеты летают. Ничего там ничего. Технического... Но это политическая проблема, которую просто, я думаю, что никто не будет обострять. Потому что все-таки отношения между Москвой и Ереваном в них гораздо больше взаимопонимания, чем это кажется. Особенно, кстати, в последние месяцы. Что, в общем, люди вполне рационально подходят ко всему, чтобы там не говорилось людьми, ответственными за конфликт. Есть некоторые фигуры, которые отвечают за продолжение конфликта. В России это МИД, а в Армении там... Отвечают за продолжение конфликта между Москвой и Ереваном. Правильно? Да, да, да. Ну, как бы у них такая работа, у них такое задание. Ну, в общем, понимание есть, что такое... Сколько там процентов невиноградных спиртов в армянской НИКе, все тоже понимают, когда невиноградные спирты опять станут виноградными. Тоже никаких вопросов нет. Здесь все, как бы, достаточно рационально. Вот. Поэтому, в общем, никто не будет делать... Никого ломать через колено. Ничего не будет доказывать ценой самоутверждения партнера, значит, или, значит, унижения партнера, соответственно. Вот. Так что, ну, все понимают, что сейчас Вадиму Вадимовичу в Ереван ехать не надо. Ну, ему там и делать особо сейчас нечего. Да, он в Баку сказал, что я свяжусь с Пашиняном. Ну, как он свяжется? Наверное, по телефону Пашиняна. Хотя Пашиняна, в принципе, ему ничего. Можно по видеосвязи по каждую неделю. В Москву может съездить. Да, как мы с тобой. Нам с тобой давно пора увидеться, да, значит, и налить. Вот. Но мы с тобой вынуждены удовольствоваться. Вот ты сейчас сказал налить, и тем самым и спровоцировал опять кучу. По поводу твоего морального облика. Мы начали об этом люди забывать. А ты надо их продавить. Это нехорошо. Нет, нет, нет. Нельзя поступать с принципами. Нет, ты понимаешь, в чем дело. Но ты знаешь, что... Вот тут я же с тобой постоянно соглашался, когда ты об этом говорил. А вот сейчас я вот сейчас возьму и не соглашусь. Да. Потому что вы не стандарт. Понимаешь, ну как-то странно, но... То есть у тебя получается, что это вот такая вот игра между Москвой и Ереваном. А зачем? Зачем Москве это? Хорошо, Ереван, допустим, понятно. В Москве зачем это? Это логика ситуации диктует то, что, может быть, сама Москва искусственно и не требует. Да, и Ереван не требует. Просто та ситуация, в которой оказалась Ереван по отношению конфликту с Азербайджаном, прежде всего, это первично для Армении. Это зависит, поэтому та ситуация, которая оказалась в Ереван. Я думаю, что сама ситуация диктует эту логику. Это не то, что приехать в Москву или приехать в Ереван ссориться друг с другом и друг друга обзывать. Нет, это как бы сама объективная логика. Потому что в силу того, что ситуация сложилась в армяно-азербайджанском регулировании, она вынуждает Ереван дистанцироваться от Москвы. Потому что Москва выступает ситуативным союзником Баку. Не потому что Москва очень любит Баку, но есть на то очень много причин, которые мы с тобой знаем. И в том числе и коридор, который Москве, на мой взгляд, нужнее, чем самому Баку. И здесь есть как бы свои системы противоречий между Москвой и Баку, не очень принципиальных. Москва, конечно, хотела бы, чтобы Баку принимала гораздо более деятельное участие в давлении на Армению. А Баку это совершенно не надо. У Баку совершенно своя система приоритетов. Но неважно. В данном случае Москва выступает так. И ровно в той степени, в которой Ереван нужно дистанцироваться от Москвы, она в этой степени, она изображает систему сообщающих сосудов, что чем меньше Москвы, тем больше Запада. И мы идем на Запад. Мы такая вот западная страна. Мы древняя Европа и так далее. На самом деле все это ровно в той степени, в которой Армении хотелось бы иметь более надежного союзника в переговорах с Азербайджаном. Та же самая ситуация. Симметричная ситуация у Азербайджана. В лице России или в лице Запада? В лице России или в лице Запада? Надежного партнера? Да. Да, конечно, в лице Запада, от которого в общем помощи особой нету, но какая-то поддержка, на которую можно опираться и каким-то образом использовать в таком сложном челночном процессе, в общем, есть. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем в последние годы два, наверное. Все-таки Ереван какую-то пользу все-таки извлекает из ну вот как бы вот этой достаточно системы этих мелких камушек, которые, в общем, все-таки пропуская их через ладонь, ты все-таки что-то там задерживаешь. Не очень много, но тем не менее что-то есть и удается. А вот, по крайней мере, какой-то конструктив в смысле, допустим, исключения Зангизорского темы из мирного договора, это очень большой успех, на мой взгляд, для Армении. Вот. И это, конечно же, я думаю, было достигнуто в том числе благодаря помощи Запада. Вот. Ну, это не фатальные потери для партнеров, для Азербайджана, но Азербайджан... Ну, что-то записать в текст договора, который будет выхолочен абсолютно, ну, это не та цена, но хорошо, пускай будет, ладно. Нет, ну, прекрасно. Если это будет подписано на климатической конференции, то это же... Да как это, как не может быть у Зощенко. Мальчик, вам тоже ничего не происходит. Вот примерно то же самое. Кто-то, кто-то знает, не поймет. Кстати, ты знаешь, что, извини, извини, что перебиваю, я понял, почему у меня сейчас основной зритель все-таки это 45-65 лет. Потому что вот эти мои шутки, мальчик, ну, даже 30-летнему они вообще непонятны. Я не понял, 45-летнему уже, ну да ладно. 45-летнему понятно еще. 45-летнему понятно. 45-летнему, 77-й год, да? Да. 79-й год. Да, да. Ну, не правда. Потому что совсем нас нет, извини, что перебил просто так. Да. Так вот, для Азербайджана это не потеря. Это, может быть, идет по графе недополученная выгода, но это так будет. Что нужно записать там? Да это вообще не выгода, не потеря, это вообще ничего. Не запишем. Дело же нет. Я думаю, что... Так нет, мы с тобой давно говорили, что мирный договор это такая замечательная, замечательная плакат. Вот. Он сейчас для Азербайджана имеет смысл, может быть, только подписать его на конференции, но это будет мероприятие не для мира, а для повышения значимости конференции. Вот. Больше никакого смысла пока в этом договоре нет. Вот. И слава Богу. Слава Богу, потому что мы никого не будем обманывать. В этом может быть действительно смысл мирного договора. Потому что в мирном договоре, если мы не говорим о мире между абсолютным победителем и абсолютным побежденным, каковым, на самом деле, конечно, является Вторая Каравахская война. Но поскольку Армения из этого исходить не может, времена все-таки немножко изменились, то и Азербайджан в общем вынужден признать, что продавить эту позицию, продавливать позицию тоже особо бессмысленно. Ну, как бы, поэтому разговоры о репарациях, контрибуциях, которым, конечно, победитель хотел бы видеть в мирном договоре, вот, а именно этим и является, по сути, надежный коридор в данной редакции. Да, потому что даже если он как бы на словах не является репарацией, то, по сути, сама связь, логическая связь мира и коридора, она, в общем, как бы, это, в общем, неприятно для Армении. Это, в общем, как бы, ставит ее в достаточно двусмысленном положении, как подписант такого мира. Поэтому я думаю, что в этом мире действительно ничего не должно быть, быть, как признание границ, признание... Мирный договор – это признание существующих реалий. Да, вот, реалии такие. Значит, вот здесь граница, воевать не будем, больше ничего от мирного договора не требуется. Обязуемся на вечные времена, пока эти вечные времена вдруг не закончатся. Вот. Собственно, все. Больше действительно там ничего не должно быть. И вот я думаю, что если осталось выкинуть какие-то 10%, чтобы 90% превратились в 100%. Ну да, все мирные договоры в Европе в средние века назывались вечными. Да, но они все были основаны на понятии победы и поражения. Как правило. Да, как правило войны кончались катастрофой для одних, катастрофой для других. И после подписания соответствующего признания, вот, как писала Лера Новодворская, стороны шли в ближайший дворец танцевать мазорку по этому поводу. Вот. Ну, замечательно. Но сейчас немножко по-другому все. Да, значит, как бы нельзя объявлять Армению тем, кем она по сути этой войны действительно является. Но объявлять это нельзя, потому что, ну, понятно, что это как бы государство строено немножко по-другому, чем тогда, когда танцевали после подписания мирного договора мазорку. Собственно, поэтому я думаю, что мирный договор, если он закончится, закончится вот ничего не значащей декларацией. Вот. И, конечно, Баку хотелось бы еще раз, чтобы эта декларация хоть какой-то смысл имела и смысл отправить, повысить значимость КОП-29. КОП-29. Ну, КОП-29 это тоже такое милое мероприятие, очень такое. Ну, понимаешь, ну, вот есть как бы страны, которым важны вот такие вот значительные символы проведения европейской Нет, ну, в принципе, это полезный символ, потому что когда много лидеров многих стран приезжают и вот начинается вся эта движуха. Нет, понятно. Нет, понятно. Просто есть страны, которые могут не заметить этого проведения в такой конференции, а есть страны, которые ставят эту... Ну, понятно, что если в Соединенных Штатах оно пройдет, там, ну, да, один день напишут и все. Ну, да. Ясно, что США это США, а для небольших компактных стран это, конечно, огромное событие. Кстати, вот КОП-29 и Пашинян поедет, не поедет, и если не поедет, когда поедет? Не знаю. Не знаю. Мне самого это очень интересно. Я вчера слышал слухи о том, что вроде бы обсуждается поездка Армении, представительство Армении аж на уровень министра странных дел. Вот. Ну, это такие слухи, в которые мне довольно трудно сейчас проверить. Вот. Я вполне допускаю, что какое представительство будет, но меньшего уровня. Но, с другой стороны, мы же не можем за Николу Ваваевича предугадать то, что он, может быть, не предугадывает еще и сам. Вот. А это еще столько времени до этой конференции, что все может измениться или наоборот появиться. Не, ну, по большому счету, да. Хорошо, ладно, давай я по-другому спрошу. Я понимаю, что все может измениться, но вот сейчас, если бы проводилось, для Пашиняна было бы выгодно съездить туда или нет? Я думаю, что это бы серьезно обсуждалось в каких-то очень узких кругах. И Пашинян бы принял решение, которое, возможно, бы не было связано с этим обсуждением, в чем проблема еще одна для предугадывателя межрагранской политики. Вот. Но я думаю, что есть достаточно резонов у Пашиняна самого, чтобы этот вариант, я так аккуратно скажу, чтобы вариант своего присутствия на конференции рассматривал серьезно. Но точно так же есть достаточно много всего субъективного и, может, объективного, что помешает им принять такое решение. Поэтому здесь в общем полная неопределенность. Понятно. Ясненько, хотя это очень интересно, очень интересно, что и в конечном итоге какое решение будет принято, потому что, понимаешь, чем дело? Я уже... Оно будет субъективное. Оно, вот я, в чем сложное, оно наверняка будет субъективным. Вот мы просчитываем логику, да, вот как бы по логике вроде бы, да, может сложиться так, что он нужен будет ехать. Ну, вот в последний момент вдруг будут сочтены знаком какое-нибудь, не знаю, схождение светил, о котором мы не догадываемся. Вот. И оно будет сочтено поводом не ехать. Ну, здесь очень много всего на нас снова, не вполне укладываясь в ту логику, с которой сходим мы. И поэтому я пытаюсь так сформулировать эту проблему. Вот, проблема наша, аналитическая, для Пашиняна это, в общем, не проблема. Или поедет, или не поедет. Да, может, может ли блондинка встретить динозавра на улице. 50 на 50. Для него это именно так. Или не встретит. На самом-то деле. Ну, и по большому счету, вот мы уже посмотрели, что у Путина все нормально, хорошо в Баку. У Путина не так плохо, как Береваня, как нам пытаются показать, и даже более того, у него тоже там все нормально. Что у него в Тбилиси? И может ли он приехать в Тбилиси? Сейчас нет. Сейчас нет. Вот. А дальше как пойдет? Это очень много зависит от того, чем закончится история в октябре. Вот. Я думаю, что прежде всего это. Поскольку, в общем, есть много стран на свете, которые выстраивают свою политику, исходя из планов победы России на Украине, и Грузия, в общем, в достаточной степени к ним относятся, то это тоже вносит свои коррективы в наши представления о том, что будет или чего не будет. Если, знаешь, тут вариант, если будет безусловная такая поддержка победы Москвы, вот, в той степени, в которой Москва останется тем фактором, с которым Тбилисиум сможет играть в своих разговорах с Западом, я по-прежнему считаю, что Запад для нее первичен, а Москва это инструмент шантажа работы с Западом в принципе. Вот. Ну, это точно так же, как для Орбана. Вот, просто Орбан внутри, а Бензин снаружи. Вот. Вот, я думаю, что первично вот это представление, такой расклад. Я не верю в то, что там Грузия хочет стать членом Евразеса или еще что-нибудь, или она разменяет возвращение Абхазии и Южной Осетии на, не знаю, участие в ШОС. Абхазии и Южной Осетии возможен только при полноценном вхождении в союзное государство, причем на правах только это творят. Никакие ШОС, ШОС не предлагать, пожалуйста. Никаких, я думаю, что никакого, что сама тема возвращения Абхазии и Южной Осетии существует только в обращении к народу Бензина Григорьевича Ванишвили, вот, и оно будет еще муссироваться до самого октября, вот, а потом как-то само к себе отомрет. Вот, ну и в готовности легковерных оппонентов Бензина Григорьевича в этой полемке поучаствовать, что, мне кажется, больше, чем ошибка. Это готовность. В смысле, а как не участвовать? Потому, ты все врешь, этого не может быть, потому что не может быть, или как? Мы переходим к конституционному большинству, к Бензине Григорьевичу. Ну, мы уже перешли плавненько, но... Ты знаешь, Бензина Григорьевич, я вообще, я восторгаюсь склонностью этого человека к разного рода перформансам вообще. Да, вот он все-таки вот... Даже дома у него в Москве не в какой-то там еще там барвихе, да, или... Нет, у него... Надо гордиться его тягой прекрасного, да, значит, Переделкино, поселок писателей, значит, поселок художников Сокол в Москве это вообще волшебное место. Там, правда, художников сейчас там примерно столько же... Тогда были художники большая часть такие же, как Бензин Григорьевич остались. Вот. Но, в общем, дух-то сохранился. Вот это прекрасное место. Там, я не знаю. Вот. Если бы я... То есть человек пролетарской закалки, каковыми является большинство граждан нашего пространства и не заходящего солнца, я бы так сказал, что не упрекайте меня в том, что вот я, значит, сохраняю эти дома ради какой-то смешной, значит, по нынешнему времени арендной платы. Ну, не знаю, мне бы тоже там само понимание того, что эти дома у меня в Переделкино и поселке Сокол. Это ты уже отвечаешь на вопрос, зачем ему эти дома? Да нет, они как, не знаю, как Володя Шарапова, они у меня сердце греть будут до осознания того, что они... Нет, это тебе, а ему что? Тем более. Человек... Человек не ГОКи построил, да, горнообогатительный комбинат, сохранил за собой, дома оставил. Знаешь, ну, чувство прекрасное, радоваться надо, что у тебя такой правитель. Вот и говорят. Да и стоят ГОПРФОРМАНСы, бронированный бронированный колпак на митинге. Это же, блин, это же все, да не знаю, не то, что... Злые языки утверждают, что, злые языки утверждают, что ему нужны дома, чтобы там со временем жить. Да ладно, есть ему, есть ему где жить. Хотя, еще раз говорю, там жить, жить там прекрасно. Видишь, я просто... Это не Барвиха, да, это не прости, Господи, цехнете, да, значит, вот, а здесь культурные люди вокруг тебя, значит, сосны, вот, воздух, чудес, прямо все это в Москве, внутри Москвы. Я просто как бы жил недалеко от поселка Сокола, там любил гулять. Замечательные места. Вот, еще раз говорю, не цехнете. Молодец. Еще раз, то есть вот эти перформансы... Я не понял, что ты имеешь в виду цехнете? Ну, потому что, понимаешь, в каждой, я думаю, сейчас стране с разными как бы, с разными как бы отклонениями, в общем, есть как бы места, где строились бывшие партийные бонзы, там, я уже сейчас серьезно говорю, есть места бонзы, есть места, кстати, довольно скромные по сравнению с теми, где строятся чинуши нынешние. Вот. Поэтому, понимаешь, вот как бы то, что он строится все-таки там, завтра у него что-нибудь найдется, может быть, в Барвихе, я не исключаю, вот, среди, значит, тех, кого мы называли бонгами, завидово может образоваться, не важно, вот, но я сейчас говорю не об этом, я говорю о том, что он, в общем, как бы человек, который любит что-нибудь такое немножко, ну да, перформанс, вот, я говорю, бронированная, 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 вот вы же гениально, да, бронированная будка на Мессингемсхете, это же замечательно, потому что, значит, Трамп, мы с Трампом встаем на одну доску, но только Трамп лажанулся, а я не лажанулся. Посадите меня бронированную камеру, это же оттуда, посадите меня бронированную камеру, я тебе скажу, по поводу дачных мест, я тебе скажу, что я-то вырос в Ватуми, и я, как бы, ну, дальше, там, в Казани, ну, чудесные дачные места на Волге, и когда я первый раз попал в село Цавкиси, грузинское, которое считалось одним из крутых дачных мест, но тогда еще был 98-й год, знаешь, мне было так обидно, мне было так обидно вот за это дачное место, потому что оно какое-то непрекаянное, а вот с Кладой, когда я побывал, с Кладой уже было тогда оккультурно ничего себе так, но опять-таки ничего себе так, то есть для меня после зеленого мыса и после вот этих всех мест с нашей Аджарской, с Аджарским буйством зелени, вот это Навального да-да-да, инкустировали инкустированные лифты и все это, мне его жалко стало, часовинка, 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 я тебя умоляю, ты бы хотел бы уметь такой дворец, вот ты, вот просто вот тебя взяли и подарили, я не говорю про содержание, содержали бы, ты бы хотел бы жить в таком дворце? Нет, 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 это ужасно, нет, нет, это ходить из угла в угол, понимаешь, это же, не знаю, бедная жена, сколько она убираться будет, но это жалко человеку. Так что вот, так что вот так вот, значит, недвижимый нужен не для того, чтобы там жить? Нет, ну, нет, ну, это как бы, конечно, ты сейчас очень достроил нашу оппозицию, они-то надеются, что он там жить будет. Слушай, у человека может быть, человек может купить себе несколько тюэллерий, да, в Париже, и прекрасно там жить, и никто за ним там не будет гоняться, и главное, не будет задавать дурацкий вопрос. А в России будут задавать дурацкий вопрос? Зачем? А в России будут гоняться или нет? Тоже ведет? Будут. В России, чем хороша у нас демократия, у нас всегда может уступить такой момент, когда вопрос могут задать кому угодно. У нас может уступить момент, когда Владимир Владимирович задает вопрос, если он доживет. Вот, у нас вот страна вот как бы растянутая, растянутая права, ответственность перед законом, которого нет, да, вот, но тем не менее, к любому могут прийти когда-нибудь. И все с этим пониманием в общем живут. Когда, когда было сказано, когда сажать можно каждого, приходят к тому, кому надо. А вот, и, собственно говоря, все в России, вся российская элита живет с этим пониманием. А вот, а уж Беден Григорьевич прекрасно знает, как живет российская элита. Вот, и он этим пониманием, вот, он пронизан от макушки до пят. И вот, поэтому зачем? Он в тюрели поедет жить. А там, если вдруг что-то случится, вдруг как-то так получится, какой-то сезон, хорошая мягкая погода, значит, поехать в переделки на пару месяцев, на полгодика, на годик, когда точно будешь знать, что ничего страшного не будет. Не припусь, не припусь. Не припусь, а Путин смертен, причем внезапно, черт его знает. Нет, нет, Безин Григорьевич, он же философ, мы же знаем, он же умеет обращаться с вечности. Вот. Это у меня все про бронированную будку, которую меня просто поразило. Вот тебе история с Бообабами. Я думаю, что мы понимали наши зрители, он привез Бообабы, но в силу того, что ему не давали вывезти, как сказали потом, Бообабу, после того, как их переселили, они погибли. Обвинили в этом, конечно же, оппозицию в Грузии. Ну, да тоже. Нет, ну, совершенно напрасно обвинили оппозицию. Я думаю, что Бообабы отравили те, кто не дает ему вывезти деньги из швейцарского банка. Вот, как бы вот. Глобальная партия войны. Да. Вот. Но оппозиция к ней примыкает. Так что, видишь, ты здесь... Вот. Хорошо, когда твоя политика, политика твоей власти абсолютно предсказывает. Итак, погибшие Бообабы и конституционное большинство. Ты видишь здесь связь? Ну, на уровне перформанса. Потому что, да, это все, как бы... Бообабу ему правда жалко. Жалко, конечно. А тебе не было бы жалко? Не было бы. Это такие деньги. Дело даже не в деньгах дело. Я подозреваю, что тебе вообще плевать на комнатные растения, что ты даже в общем в своей жизни там кактусы не вырастил, а вот кто выращивает, тот поймет. Знаешь, я даже себя пытался, я даже себя пытался скачать приложение для комнатных растений, потому что мне стыдно пить. но безуспешно. Просто, 30 долларов в месяц я не буду платить за приложение по комнатным растениям. Извините. А он будет. 30 долларов в месяц он будет. Так что, видишь... Даже больше. Вот. В этом вы отличаетесь очень сильно. Вот. Обидно. Нет, я просто сегодня уже как бы короче говоря про это. Он использовал замечательный механизм. Это тот же механизм, который использует профессиональный юморист. Вот. Собственно говоря, секрет юмора в красоте полета, который ускоряет развязку, когда обгоняешь сюжет на несколько ходов. Вот. И вот здесь работа тоже самая. Он как бы скучно пытался объяснить с помощью, значит, механизма Горби и социологической службы, я имею в виду, почему он имеет право на конституционное большинство. Но это как-то неинтересно, скучно, неубедительно. Поэтому он, сразу же, перескочил. Вот это место доказательства. А просто сразу объяснил, что он будет делать с тем, что ему принадлежит по праву. Это не обсуждается. С Абхазией то же самое. Не как мы вернем Абхазию. Каких мерзавцев и негодяев мы не позовем на парад по этому поводу в этот исторический день. Вот как бы все немножко на ход вперед, да, в восприятии. Вот. И ты как-то так немножко захватываешь духа, как анекдот-то скверный, рассказан плохо. Но тем не менее, анекдот, да, замечательно. Вот. И здесь, мне кажется, это замечательный шаг для оппозиции был бы, если бы она им воспользовалась. Поскольку вот сейчас все всерьез. То есть они все этот анекдот рассказали с очень серьезным выражением лица. И вот здесь, я думаю, что их эстетическая проблема, поскольку вот я, если бы я был условно единой оппозицией, я бы сохранил точно такое же каменное лицо. И сказал бы, замечательно, ребята, вы всерьез? Давайте. Давайте референдум. Давайте референдум. Значит, как бы, мы хотим, как бы, значит, все-таки, как вы вчера говорили, мы просто хотим разговаривать с Западом с высоко поднятой головой, значит, как Баку, да, как Баку разговаривает с Западом. Или мы хотим сами стать как Баку? Вот я думаю, что вот это замечательный вопрос, да, это не какой-то выдуманная повестка дня, выдуманная повестка дня по референдуму, типа, мир или война, или Европа, или Россия. Нет, это очень конкретно, да. Мы хотим, значит, жить при немножко стране. Кто кому задает все эти вопросы? Что? Кто кому задает все эти вопросы? Оппозиция может, сейчас имеет право задать этот вопрос, потому что мечта эстетически как бы подставилась, потому что она все это сказала серьезным лицом. Она пришла и сказала, ребята, мы предлагаем вам жить без оппозиции. Оппозиции мы будем назначать сами. А те, кто не понял нашего посыла, пойдет под суд. А вот и суд будет беспощаден. Нюрнбергский процесс, там, не знаю, как он плохо кончался для отдельных его представителей. Вот. Так что, значит, пощады не будет, не ждите. Вот вы хотите в такой стране жить. И я думаю, что вот сейчас лучший способ об этом задуматься, потому что даже те европейцы, условные европейцы, которые шли голосовать за грузинскую мечту, потому что грузинская мечта им подмигивала все время. Ребята, ну мы как бы понимаем, мы сейчас все это говорим, но мы же понимаем, что все-таки Европа для нас главная. Вот сейчас эти европейцы тоже не подмигнут, они уже тоже не поймут. Потому что этим европейцам скажут, что нет, ребят, мы же будем жить как Александр Григорьевич Лукашенко. Мы будем жить. Причем Александр Григорьевич Лукашенко вслух такого не проговаривает, ему в голову это не приходит. Результат его единоличного правления это результат демократического процесса. Просто народ как бы так решил. А здесь-то нет, здесь выходит Безин Григорьевич и говорит, ребята, нам не нужна никакая оппозиция. Все оппозиции преступники. По определению. Определение оппозиции даем мы. Такого не позволял себе ни Алиев, ни Лукашенко, ни Путин. Я не знаю, может быть, так было при Бакасе, но Бакас в долгий разговор не вступал, как известно. Вот у него были другие методы убеждения. Поэтому с такой прямотой мечта еще никогда не подставлялась. Мечта быть Лукашенко ей не выдавалась с такой искренностью еще никогда в жизни. Я вообще не помню власть более-менее демократическую. И вот сейчас грузинам спросили, ребят, вы хотите жить при какой-то немножко корявой такой странной демократии, когда все-таки грузинская мечта может победить национальное движение, а потом может проиграть гипотетически, или может там быть борьба, или вы хотите жить как бы в реальной вот такой вот, ну я не знаю сейчас с чем сравнить. Я не понимаю только одного, я слушаю, не понимаю одного, а кто это будет спрашивать сейчас? А те, кого мы с тобой очень все время упоминаем недобрым словом, некоторые очень сочувствуют, имеют оппозицию. Вот сейчас самое время спросить. хорошо, ладно, окей. Не харти, не харти президентские писать. В Европу мы идем, в Россию мы идем, референдум, не референдум. Нет, это все как бы сейчас есть отличный шанс спросить, ребята, чего вы хотите? И в этом смысле я думаю, что мечта неплохо подставилась. Другое дело, что даже этот референдум тоже можно проиграть, но тогда тоже будет хорошо, тогда будет по крайней мере понятна та реальность, в которой мы живем. Вопрос даже не в том, кто будет спрашивать, а вопрос, кто услышит этот вопрос. А если ты не будешь спрашивать, то никто не услышит. А вот сейчас если ты спросишь, понимаешь, чем спрашивать мы идем в Евразес или в Евросоюз, бессмысленно надуманный вопрос, который никого не интересует большому счету, кроме политизированного меньшинства. Спросить, ребята, вы хотите хоть такую Грузию, которая у нас была, или вы хотите Северную Корею? Ну, вопрос тоже будет гипотетический и уйдет в воздух. Нет, почему? Он перестал быть гипотетическим два дня назад? Нет, он уйдет в воздух, то есть он это будет... А это уже вопрос, это вопрос технологии, это вопрос того, кто будет с этим заниматься. Еще раз, если ты будешь дальше писать свои харти президентские и подписывать их, вот, и обсуждать, как бы нам, значит, это самое, создать партийный список, чтобы и закон не нарушить, и сделать так, как мы хотим, вот, а если мы нарушим закон, то виноват, это будет грузинская мечта, и мы ровно поэтому проиграем выбор. Ну, пожалуйста, можно сколько угодно этим заниматься, и сейчас, и на следующих выборах, и тогда действительно мечта продержится и до 30-го года, и до 40-го. Вот. А можно как бы заниматься какими-то сущностными вещами, не боясь того, что обнажится очень неприятная реальность. И если она вдруг обнажится, если вдруг выяснится, что да, мы готовы терпеть мечту, даже при таких условиях, ну, значит, тогда надо честно признаться во всех своих иллюзиях, из которых исходили все последние годы, и начинать на насчет другого. Как говорил наш слишком хорошо известный землят, побеждает не тот, кто не так, как голосует, а побеждает так, как считают. А как считают, они уже давно, они уже давным-давно создали эту систему. Мало того, они даже ее сейчас по ходу совершенствуют и докручивают гайки. Дело не Беларусь. Не Беларусь, не Россия. Все-таки есть какие-то... Мы можем там считать, да, можем считать... Мы можем говорить, что грузинская мечта накинет себе, допустим, 15%. Но я сейчас цинично скажу. 15% это много, но это не то решающее преимущество, которое может перевернуть страну. 5% уже достаточно. Не надо 15%. Нет. 5% достаточно. Если ты говоришь о том, что... Если ты можешь проиграть значит, конституционное большинство, и тебя обманули на 2,5%, то прости меня, пожалуйста. Значит, если у мечты не 66%, а 61%, но кружинская по себе достаточно характера. Даже если у нее 51%, это тоже достаточный диагноз. И с числа кого? Ты понимаешь? Я сейчас говорю о голосовании. Сколько... У мечты на сегодняшний день процентов 25, не больше. Но все эти 25% придут обязательно на выбор. Обязательно придут? Придет гораздо больше. Придет больше. Я в то... Придет больше половины. Нет, ты меня не понял. 25% обязательно придет на выбор. Да. Их 25% обязательно. А остальных доберут просто за счет того, что куча партий, которые хотят получить свой 1% или 2% и получить бабло. Гела, тогда в это не надо винить грузинскую мечту. Она это использует. Она замечательно использует, но это не будет результатом ее мухляжа. Это такая реальность. Да, извини. Еще не дорисуют себе 5% те самые. Дорисуют. Давай разделять. Давай разделять. печальную реальность с ее мухляжом. Вот ее мухляж, на самом деле, в арифметическом плане не будет таким уж страшным принципиальным. Мухляж часть этой печальной реальности. И мухляж не только дорисовывать. Дорисование это последняя. Конечно. Согласен. А до этого все это... Ты понимаешь, в чем дело? Они уже построили все. Ты удивляешься, почему он так построил. Он не подставился, он уже говорит так, потому что может. Они уже все... Все уже украли надо вас. Дело не совсем так. Не совсем так. Я думаю, что то, что они могут... Еще раз говорю, у них есть ресурс мухляжа. Этот ресурс не белорусский, не российский. Это ресурс, условно говоря, украинские времена Янукович, к примеру. Он позволяет на соплях выиграть выбор. Может быть. Или проиграть так же, неубедительно. Он позволяет... Скажем, некоторые коллеги-социологи, которым я доверяю, они считают, что был мухляж на несколько процентов у Януковича против Тимошева. Да, это я понимаю. Но мы же знаем, что страна была действительно очень сильно элитаризована и поляризована, и действительно любой исход тогда воспринимался как вполне реальный. И мы понимаем, что если мечта украдет 10% голосов, это просто сделать убедительно ту победу, которая, в общем, скорее всего, была. Или нет. Или она может прибавить все 5% голосов. Это другая история. Значит, она победила не честно, но разница такая была 5%. А сейчас ты речь о конституционном большинстве. Конституционное большинство ты мухляжом себе сделать не сможешь. Это вопрос технологии. Что ты здесь не сможешь? В Грузии не сможешь. Я думаю, что все-таки технологически... Проблема же Лукашенко была не в том, что он не мог выиграть выбор у Тихановска. Мог, прекрасно выиграл. Но ему нельзя было выигрывать 51 против 49. 60 на 40 нельзя было выигрывать. Ты помнишь, как мечта выиграла выбор в 2012 году? В каком году? В 2012 году. Оставим в покое тюремные кадры, оставим в покое. Я тебе назову в покое. Не можем оставить в покое, потому что она выиграла благодаря им. Арифметически и технологически это было последовательно. И благодаря им тоже я тебя назову одно имя. Барбара Рафаэляц. Несчастный 9-месячный ребенок, который был утоплен в ночь выбора. Если мне кто-нибудь скажет, что это случайность, то я скажу, да, может быть. Ну ты что, не знаешь эту историю? Опа-на! Правда? Ну правда, да, я не знаю. Все шло на то, никого. В ночь перед выборами в Кахетии пропал ребенок вечером пропал. Все бегают, его ищут. Все бегают, его ищут. В конечном итоге ребенка находят утопленным 9-месячного, то есть сам он ходить не мог, девочка. Утопленным в квевре, которая зарыта, в большой квевре, которая зарыта в землю. Ну там вода была, там не было. Ну что-то помню, сейчас вспомню. И это все показывают на телевизме и абсолютно отмороженные мечтатели кричат, это националы убили ребенка, тетя кричит, это националы убили ребенка. Кстати, там, в Глужанском районе националы побеждают, потому что знают, что националы тут ни при чем. Ну а по всей стране, я когда вышел голосовать, в очереди говорили, что националы убили ребенка. Вот это называется электоральной революцией. Вот это называется, и у тебя здесь еще в финансском регионе стоят танки, которые, если ты вдруг не признаешь поражение, начнутся беспорядки и начнутся война. Вот это называется обложение. Поэтому, когда мне говорят, что Миша же признал, Миша не мог не признать. И когда мне говорят, что в Грузии все-таки прошли демократические выборы, ну ребята, камон. Камон. Это не натягивание на соплях вот этих двух-трех процентов, или там сколько натянули Януковичу, чтобы он проиграл Тимаша. Я не утверждаю, кстати. Многие мне об этом говорили, я не знаю, многие мне об этом говорили, очень многие мне об этом говорили, что так и было. Скорее всего, ты пойми, там еще был административный ресурс против административного ресурса. Чем еще были хороши украинские выборы? Ну да, нет, ну Украина это недоразвитая, но демократия. В Грузии демократии никогда не так. Я бы не сказал так, я сказал бы, что там была конкурентная среда, но конкурентная среда это необходимые условия для демократии, но отнюдь недостаточно. А что ты хочешь еще? Много. Демократия это когда ты не знаешь результаты выборов. Ну не то, это необходимые условия. Есть еще еще... Нет, а поэтому она недоразвита, иначе я бы с тобой говорил, что Украина это страна развитых демократических институтов и гражданского общества. Я же такого не говорю. Без этого демократии не бывает, но ладно, сейчас мы уходим в сторону. Нет, просто-напросто по большому счету не важно, кто победит на этих выборах. По большому счету вообще ничего не важно, кроме одного. Как закончится российско-украинская война? Вот это самое важное. Это очень большой счет, конечно, да, безусловно. Но я бы не стал как бы монополизировать повестку дня, занимать повестку дня одной темы. у каждого как бы есть люди, для которых чуть не менее важно, а как закончится выбор. заметь, заметь, я не сказал даже, кто победит, я сказал, как закончится. Понятно. Это разные вещи. Просто когда ты сказал, там, грузинская мечта сделала ставку на победу в России, в Украине, она знает прекрасно, что Россия в Украине не победит. Она считает, в Тбилиси реально считает, и она считает, реально считает, что системного кризиса в Российской Федерации быть не может по-опредитам. при его жизни. Они, да, они сделали, как бы, нет, в принципе, люди имеют право строить любую модель, которая выглядит реалистично, тем более. А вот, модель, когда Россия добивается неких целей в Украине, которые она выдает за поставленное, такая модель существует. Модель, которой никакой кризиса в России не будет, она более чем протоподобна. Нравится это или нет. Вот. Исходя из этой модели, Бензин выстраивает свою модель, модель своего существования. Модель имеет внешнеполитическую ситуацию. Вот. Когда, значит, есть некие коалиции, там, оси зла, полузла и так далее, которым можно примкнуть и таким образом торговаться с Западом. Вот. Вполне логичная модель себе. Вот. Тем более, что, еще раз говорю, я действительно считаю, что все-таки Запад для него первичен. Вот. И именно отношениями с Западом определяются все другие его отношения. А вот теперь, смотри, как интересно, вот теперь переходим на всю нашу песочницу и что происходит в случае системного кризиса в Российской Федерации? А что ты называешь системным кризисом в Российской Федерации? Хорошо, я тогда, буду. Системный кризис в Российской Федерации уровня 1917 или 1991 это сложная история, потому что, ну, как бы, все аналоги очень условны, потому что, когда мы говорим о 1917 году, вот, то мы имеем в виду дальнейшую, дальнейшую, в общем, во внешнеполитическом плане, да, мы имеем в виду вполне себе военное развитие событий, причем военное развитие такого масштаба, который ставит под вопрос вообще существования центральной власти России. Вот. 91-й год это, между прочим, другая история. 91-й год это вычленение, то есть, разрушение некой системы реальности, которая была, но появление на ее месте другой достаточно степени. У меня в том году тоже на ее месте появилась другая, просто она выгоднее стабилизовалась чуть позже, чем Ельцинская Россия. Ну, да, но было такое замечательное время, когда это, даже та реальность была под большим вопросом. Да, конечно, не поменялось. Вопрос внутреннего распада России в 91-м году никогда не стоял, ни одного дня, и не будет стоять еще при нашей жизни, чтобы там не говорили большие любители ее дезинферации. Ты сейчас рассчитываешь примерно на это же и рассчитывая эта гузинская мечта. Если они рассчитывают на это, то я считаю, что они, в общем, имеют все основания на это рассчитывать. Ты понимаешь, что дело... Эта модель, я скажу так, эта модель, мне кажется, наиболее продовольна. Вот тут, кстати, вопрос большой, потому что рано или поздно это обязательно произойдет, а вот когда произойдет, этого никто не знает. Но я даже честно тебе не об этом спрашиваю. Допустим, это происходит сегодня. Переводить на научный язык означает, что в обозримом будущем этого не произойдет. Нет, не означает. Если ты говоришь, что это произойдет, но не знаешь когда, то, значит, ты можешь отвечать за обозримое будущее. Мы можем спорить с тобой, какой срок мы можем называть обозримым, но вот тут, что, собственно говоря, мы можем прогнозировать и можем анализировать, вот он самый, что ни на есть, обозримый. На самом деле, я бы не дал бы 100% прогноз даже на полгода. Да нет, нет ни одного, ни одного сколь-нибудь заметного признака. Понимаешь, я не говорю, что я считаю, что это было бы... Нет, я не говорю, что это плохо. Я говорю про расчеты. Расчеты нет. Ни каких признаков внутренней готовности к какой-то дезинтеграции России пока не выказывают. Вот, кстати, ты же с вами про 17-й год. Никаких признаков внутренней интеграции в России пока не было. Даже в России. Когда был полный планет. Извини, распад, распад, распад власти, вот, и внешне вооруженное давление, причем такой... Власть, спасительная лазь. В один день на пустом месте. Нет, ну, во-первых, не на пустом месте, славы. Ну, нет, ну, не пустой. В результате, в результате, кстати, внутренних загоров еще. Но дело не в этом. Сейчас я же говорю, у каждого своя история, и история не повторяется. Это ерунда все. Говорят, что история повторяется. Вопрос в другом. Вопрос в том, что я сейчас строю другую гипотетическую модель. Что происходит тогда со странами Южного, с лидерами, с властными элитами Южного Кавказа? А лев пожимает плечами, говорит, ну, хорошо, ладно, новая реальность, живем в новой реальности. Пашинян, 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 Пашинян пожимает плечами и говорит, прекрасно, у меня вот давным-давно есть запасные аэродромы и так далее. Что это за руководство Грузии? Ну, руководство, мы как-то немножко недооцениваем внутреннюю повестку, которая гораздо важнее. Мы переоцениваем внешнеполитическую повестку. Да нет, ничего не будет. В общем, если все пойдет в этом системном виде, я не представляю пока себе, я не понимаю, какие должны произойти события в этой катастрофе, которые бы могли вот так серьезно повлиять на внутриполитическую грузинскую повестку, чтобы она вздрогнула, в ней вдруг победили меньширики, неизвестно откуда взявшиеся. Нет, внутриполитическая повестка в данном случае будет полностью разрушена. Почему же? Почему же? Внутриполитической повестке Грузии достаточно много внутриполитического. Вот, и все, что в ней кажется, очень многое из того, что в ней кажется, внешнеполитическое, мне кажется, довольно опасной для оппозиции иллюзии, и на которых очень неплохо играется как раз власть. Вот, нет, я думаю, что внешнеполитическая часть повестки очень сильно преувеличена в каждой стране, кстати говоря, которую мы обсуждаем. Вот, и я думаю, что если как бы не будет чего-то целенаправленного, вот прямо вот, если вдруг в России не победят какие-то принципиальные недруги Бедзина Иванишвили, у которых он отнял землю в поселке Переделкино, вот, вот тогда я думаю, что мало ему чего грозит. В России не победят принципиальные недруги Бедзина Иванишвили, их там просто нет. Ну почему? Вот так все случилось, и я взял, я взял и вернулся. У вас главный партнер. Хотя есть куча народов, народа, которые его просто там ненавидят, но это не те, которые победят. Ладненько. Виха, мы с тобой поговорили, впрочем, как всегда, за что тебе огромное спасибо. Огромное спасибо. Спасибо тебе. И огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok